МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своярские метростроители вынули еще в 95-м году, а следующие полтора десятка лет работа шла с постоянными перерывами. К 2009 году было готово около 3-х километров тоннелей. На этом история и заглохла. В 2013-м проект заморозили уже официально. После разговора про метро заходили столько раз, что им просто перестали верить. Это бетонное кольцо единственное, что напоминает о станции метро площадь революции, которая... Эти слова мой коллега говорил два года назад, в феврале 2018-го. Тогда тоже шла речь о расконсервации проекта. Как видим, с тех пор изменилось только то, что площадь благоустроили, и бетонное кольцо превратилось в деревянное. Почему же сейчас разговоры о метро – это не просто слова? Главным образом потому, что к теме проявили внимание на самом высоком уровне. И даже выделили на Красноярский метрополитен первый миллиард рублей из федерального бюджета. Эти деньги направлены на обновление того проекта, по которому строили раньше. Он был разработан еще в Советском Союзе и заметно устарел. С тех пор и город изменился, и отношение ко многим вещам стало другое. Планировался частичный снос в центральной части города, зданий. Но время идет, значит, отношение к истории меняется. И сейчас поставлена задача сохранить все памятники архитектуры и реализовать проект. Сейчас проект находится на экспертизе в Москве. На прошлой неделе от столичных экспертов поступили первые правки, и красноярские разработчики уже вносят их в свою работу. Полностью завершить согласование с федеральным центром рассчитывают в сентябре. Поручение президент не отменял, то есть он нам и правительству Российской Федерации поручил актуализировать проект, соответственно, потом построить. Как будет на руках проект, будет понятна главная стоимость. Уточним стоимость проекта и с ней будем заявляться на уровень федерации. Предварительно речь идет о сумме в 65-70 миллиардов рублей. Если средства из федерального центра будут поступать без задержек, то, по словам экспертов, красноярское метро может поехать уже в 2024 году. Президент пообещал, что он будет. Я надеюсь, что метро будет. Конечно верим. Надо верить всегда лучше. Конечно верим. В общем, как верим. Почему бы и не поверить в это? А завтра мы расскажем о том, что в будущем красноярском метрополитене вызывает у горожан наибольший скепсис, и что отвечают на их сомнения специалисты. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Енисей. Новости.